Микс Ньюс Добрый день, 12 часов 14 минут в Риге, это программа Разворот, сегодня ее проведу я, Анастасия Смоловская, три гостя у меня, говорим мы сегодня о науке, насыщенный ожидается эфир, так что и вы тоже подключайтесь к нам, сразу напомню телефону прямого эфира 6 7 212 93 9, 6 7 213 93 9, можете звонить, задавать свои вопросы, а говорим мы сегодня про науку, старший эксперт департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования Алана Франческо Дреймана и герой календаря Зинатная Латвия, ведущий сотрудник Центра биомедицинских исследований Датса Пьянова и научный сотрудник РТУ Арманд Шенфольд у нас в студии, здравствуйте, 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 поводом собраться здесь сегодня послужила выставка, которая 7 января и вот до 7 февраля будет в национальной библиотеке, есть возможность посмотреть, выставка посвящена науке всевозможной, там ученые, в общем, если список посмотреть, оказывается, что у нас много всего происходит и сердце радуется, что ученые, причем в разных сферах, что тоже очень важно, потому что мне кажется, что мы так как-то ученых представляем все-таки у нас образ уже сложившийся и возможно, что там социологов мы не считаем за ученых серьезных, нам кажется, что только тот, кто там каких-то роботов или медицинские препараты, изобретают те вот настоящие ученые. В общем-то, выставка 12 героев была выбрана, может быть, я сначала к вам обращусь, как выбирать, отсеивать, сколько претендентов и как вот этот процесс выбора героев проходил? Да, конечно, выбирать нелегко, потому что выбирать очень много интересных ей личностей, интересную работу, которую они ведут. И вообще, мне кажется, у наших ученых очень интересная как-то ежедневная такая жизнь, ежедневный их темп, их интересы, так как очень быстро и очень разнообразно, как бы именно междисциплинарно развивается и наука, и сами вообще технологии, то есть сама наша жизнь такая. И зная, как сейчас много можно и путешествовать, и работать вместе с международными партнерами, сама эта жизнь, на самом деле, очень интересная нам всегда, как бы с нашей точки зрения. Поэтому именно личности, которые мы выбираем, мы стараемся просто как-то выбор не с такой точки зрения находим ученых, которые, но они больше такие макрокритерии, где мы стараемся, чтобы были одинаковое количество и женщин, и девушек, и также мужчин, да, то есть равностные такие пропорции. Также стараемся показать именно это разнообразие, то есть к чему весь этот такой ввод, к тому, что так много всего и на самом деле только 12 месяцев. Так что та идея именно показать максимально разнообразные именно эти научные темы, да, и такие сферы пошире, поуже, и, конечно, разная, это applications, да, как их работа, что она дает нам. Не зря название календаря не просто лучший топ-10 или топ-12, а именно наука Латвии, то есть наука, то, что она дает нашему государству, нашим людям, нашим детям, нашему будущему и нашему обществу вообще как бы в общем. Ну вот это такой интересный момент всегда, потому что, мне кажется, ученые, когда вот мы сейчас поговорим с нею конкретно, когда они какие-то открытия для себя делают, наверное, для вот ученого сообщества это очень важно для этой отрасли. А как показать и рассказать, что вот такой-то препарат, например, или такое-то вот изобретение, оно, возможно, вообще изменит там наше будущее, да, вот как это донести до людей обычных, это, наверное, достаточно сложно, может быть, вот даться, вы расскажете, как. У вас вообще долгий путь, много всевозможных исследований и открытий, и, в общем-то, багаж у вас такой весомый. Ну да, ну, во-первых, ученый, который работает в лаборатории, он все-таки занимается какой-то разработкой и, ну, исследует какие-то процессы, и, в принципе, мы радуемся, если мы можем, ну, понять, как что-то работает, и потом уже мы думаем, как мы можем что-то изменить, чтобы какую-то проблему решить. Ну, и, скажем, вот эти открытия, это, в принципе, знание, понимание, как это работает, и потом уже только после этого являются какие-то препараты, и тогда уже они проверяются, ну, это да, это просто надо говорить с обществом. Ну, вот когда обществу говорят, вот, ученые изобрели препарат от рака, все сразу, все, завтра уже можно его, наверное, в магазине купить, почему врачи им не пользуются? Вот как с этих громких слов до реальных действий? Ну, там очень долгий путь, потому что, когда этот препарат готов, его сначала тестируют, сначала тестируют, ну, в животных, потом еще вот эти клинические исследования, когда это идет и проверяется на людях, и только потом его можно регистрировать, и только потом этим пользуется большинство врачей. Это, ну, это десятки лет все-таки. Арманд, как у вас вот этот момент, как объяснить, рассказать? У вас, я вообще видео смотрела про вас, я хочу сразу упомянуть, что про все, вот, про календарь, про каждого героя снят очень стильные ролики, короткие, да, 2-3 минуты, которые в сжатом виде рассказывают о том, чем занимается конкретный человек, его сфера деятельности, и вот эти съемки, они прям, так мне кажется, очень доступны и привлекают внимание, что немаловажно. И вот ролик про вас, там, какой-то прям робот, какая-то кабина, какие-то, выглядит все это очень дорого. Да, если коллега Датса упомянула, может быть, этот аспект безопасности для людей, в нашей инженерной сфере, это, скорее всего, чтобы внедрать это в индустрию и так далее, это вопрос расходов, ну, сколько это стоит в настоящее время. И достаточно ли это выгодно, чтобы быстро так не драть. Например, этот робот, возвращаясь к тому, к чему приведет одна или другая научная деятельность, например, мы столкнулись с роботами сначала с вопросами об их энергоэффективности, насколько они потребляют энергию, что мы можем делать для того, чтобы, скажем, был большой проект с немецкими партнерами, где используют роботы, в принципе, все время, сутки производя автомобили. И мы помогали в проекте как раз исследовать этот характер энергопотребления. И так мы поняли более о роботах, и это привело к тому, что сейчас уже на базе таких больших роботов мы будем стараться использовать робот как имитатор, каких заданных перемещений в пространстве, и как это влияет, в принципе, на людей. Виртуальная реальность. Ну да, и это тоже один аспект этого исследования, чтобы создать для людей такое воображение, что он, например, управляет каким-то трактором или подъемным экраном с большим порывом ветра или кое-что такое на основе робота. Там будет еще помогать этот симулятор. Вы упомянули партнеров, это Daimler, который Мерседесы делает, правильно? Да, в том проекте был данный партнер. Как с ними вообще можно сказать, что, ну вот так, я опять-таки заголовками журналистки, что в Мерседес там частично и Латвия тоже приложила руку? Да, вот это как раз история о том, что мы нашли способы, чтобы сэкономить энергию, но чтобы это внедрить, конечно, требуется, в принципе, либо переделать немножко весь процесс производства, но можно говорить, что в этом направлении они уже пошли дальше, к сожалению, уже между немецкими партнерами только, но уже строят новые цеха для производства и внедрят некоторые идеи, которые мы проверили в нашем проекте. А как начать сотрудничество с такими вот крупными компаниями? Это вы к ним приходите или они ищут там, например, по всей Европе, кто где что придумал? Это же тоже такой промониторится. Возвращаясь к этой мобильности, глобальности в наши дни, в принципе, все началось с того, что один наш коллега уехал там делать индустриальную практику и остался разрабатывать свое… Изобретение какое-то? Нет, это доктор тисис, да. А, это докторскую степень? Диссертацию, да. Ну и это, можно сказать, один из каналов, как это для нас сработало. То есть на личных завязках тоже много что? Да, есть очень много, я думаю, хороших наших ученых, которые уехали где-то работать в больших компаниях. И если удается сохранить контакт с ними, нашими научными институтами и университетами, я думаю, это иногда результируется интересным проектом. Датса, как у вас в вашей области, как удается с международными такими партнерами глобальными, может быть, с помощью их финансирования, в том числе, это же тоже очень все финансово затратно, я думаю, мягко говоря. Ну да, биология тоже довольно-таки дорогая и, скажем, анализы, они стоят больших денег. И мы, да, мы сотрудничаем, по большому счету большинство проектов, они, ну, происходят в сотрудничестве, но, в принципе, есть, ну, какие-то люди, которых мы знаем, с кем мы вместе работаем, которые вот занимаются этой меланомой. Потому что, ну, меланома – это тот рак, ну, который образец нашей лаборатории, в принципе, вот эти все исследования, они повязаны более медий на этой меланоме. Ну, и есть такая организация, которая этим занимается, ну, и, скажем, мы, наши лаборатории, мы члены, ну, и в этих рамках мы стараемся вместе писать какие-то проекты, получать финансирование. Ну, так мы функционируем. Такое сообщество в том числе. А насколько в вашей сфере вот проходят всевозможные же наверняка конференции какие-то общие, когда делятся между собой? Или ученые – это все-таки такое закрытое, каждый, каждый вот в своем, в своей комнате что-то изобретает, изобретает, и когда уже все готово, тогда вы выходите уже с готовой презентацией? Ну, нет, мы все-таки делимся. Если говорить о этой организации, это, в принципе, Genomel, это консорциум по генетике меланомы, там ежегодно происходят конференции, и там, в принципе, обсуждаются новые идеи. Это не так, что только когда что-то готово, тогда я там что-то говорю, там мы можем обсудить, какие у нас проблемы, что мы будем делать дальше, как это решать, поговорить с коллегами. Это, да, это очень важно, обменяться мыслями, это помогает. Бывает, я вот, ну, опять-таки, на журналистику переводя, бывает, что мы там можем готовить какой-то сюжет или какой-то, ну, о чем-то историю, да, и в это же время, которое не привязано к актуальным событиям, и в это же время, там, другой журналист, ну, так получилось, что он взял эту же тему, и как бы не сговариваясь, примерно в одно и то же время, вы выходите с двумя темами, как бы непонятно, вроде как никто ни у кого никак там ничего не спрашивал, не разговаривал, но вот в один момент почему-то эта тема актуализировалась у двух разных людей. Бывает так, что вот вы выходите с идеи, кто-то говорит, нет, это же моя идея была? Ну, конечно, бывает иногда, там по-разному, там можно, из этого можно выйти таким образом, что примерно, ну, что результат научного сотрудника? Это публикация, и в тот момент, когда мы понимаем, что вот у нас актуальные одинаковые темы, мы просто говорим, что мы попытаемся их опубликовать, ну, опубликовать одновременно, и тогда уже там не будет, кто был первый, кто был второй, это один из способов. Ну, конечно, бывает по-разному, но это, да, это, да, такое было. Ваша жизнь, судя по всему. Арман, то у вас как, бывает такой соревновательный момент? У нас, я не большой эксперт в этом области, но я думаю, что у нас, поскольку очень многое связано с индустриальными продуктами и разработками, существует целая система защиты этих интеллектуальных прав. В принципе, если ты работаешь с компанией, конечно, она старается держать какие-то… При себе, что туда сразу запретендовать. Да, то, что помогает им быть чуть-чуть лучше других. То есть, когда появляется мысль, сразу надо идти… И я бы сказал, то, что говорят коллеги тоже постарше, что, как бы, не знаю, 10-20 лет назад в конференциях можно было прочитать, может быть, более детальных каких-то элементов, именно таких инженерных публикаций. То, что сегодня, может быть, все догадываются, что там, кто как это сделал, но… Секреты остаются какие-то. Идеи, скажем так, распространяются, конечно, но, может быть, не до каждых мелких элементов. Ну, иногда именно там, как говорится, что это как-то… Черт-черт… Крукроется как раз, да. В деталях, да. Ну, конечно, когда образуются новые проекты, новые команды, мы знаем, кто лучше, чем занимается в мире. И просто эта комбинация меняется от проекта к проекту. Есть ли изобретение, которое… Вы понимаете, что у вас… Вы дошли до чего-то, до чего-то очень хорошего, очень полезного для общества в том числе, но сейчас, например, не время или не хватает там тех же денег для того, чтобы развить и доказать и уже какой-то готовый результат дать. Есть ли у вас что-то, что вот… Изобретение, какие-то мысли, которые ждут, ждут своего будущего еще? Часно. Ну, я, наверное, могу отзываться на один проект, который мои коллеги работают вместе с этим центром исследования ядерных, ну, ЦЕРН, да, в Швейцарии, которое, в принципе, мировое такое сооружение. И в данном проекте там были какие-то обстоятельства, которые привели к мысли того, что можно было бы использовать там такие электронные лампы, которые, в принципе, уже как бы мы забыли, это не используется. Но у них есть какие-то некоторые преимущества, которые оказываются в наши дни, в данной ситуации стоит посмотреть опять на это. Или наоборот, если мы что-то придумали, можно было это сделать, но если вот тот материал был немножко там легче или противостоял какому-то напряжению лучше или… То есть, я думаю, научный исследователь, он такой человек, который может сказать, да, это можно сделать, но позже, когда это будет уже там то и то… Ну, это, я думаю, помогает и другим опросам развиваться и смотреть, как эта синергия может срабатывать. И на приоритет смотреть у вас как даться. Ну, я бы сказала, что мысли, они есть всегда, но чтобы, скажем, какую-то мысль или гипотезу пустить дальше, её надо доказать. Ну, во-первых, ну, является это гипотезой, потом мы всё-таки в лаборатории работаем, или мы её можем доказать, или опровергнуть, ну, и думаем, что из этого следует. И когда мы уверены, что это так может работать, тогда уже, конечно, мы, я не знаю, публикуем, выступаем в конференциях. Ну, и так, ну, иногда делимся, конечно, идеями тоже, но если это уже идёт публично, то это должно быть доказано, а то я могу придумать хоть бы что, и что из этого. Если не доказано, то да, считается, что нет. Привет. Говорим мы сегодня про науку. Герои календаря Зинатной Латвии и представитель Министерства образования у нас в студии мы продолжим после короткого перерыва. Мы продолжаем программу разворот. Анастасия Смоловская в студии и старший эксперт Департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования Лана Франческо Дреймана и герой календаря Зинатная Латвия, ведущий сотрудник Центра биомедицинских исследований Датса Пьянова и научный сотрудник РТУ Арманд Шенпольд. Арманд, вот к вам хотел ещё обратиться. У вас анонсирована одна из ваших таких амбициозных мыслей и планов – это сделать виртуальную реальность Сигулской бабслейной трассы. То есть человек, сидя в очках специальных, вы сразу подтвердите или опровергните, как мы это понимаем, правильно или неправильно, что человек сидит в специальных очках и чувствует всё то, что чувствует Мартин Ждукурс, например. Да, ну, как бы в данной ситуации у нас даже не очки, а такая специфическая круглообразная кабина, которая, ну, сидения и там рычаги управления. И данная ситуация у нас как бы более ориентирована на авиацию, но это, в принципе, всё можно менять относительно нужд проектов. Да, но это была наша такая идея. Ну, мы, конечно, у нас в процессе несколько идей, которые могут реализоваться реальными проектами, поскольку эта инфраструктура довольно новая. Но это мы в нашем университете так обдумывали, что, ну, для Латвии, и это ещё было, по-моему, время, когда шла дискуссия, что мы могли бы участвовать в конкурсе вместе с Тугольмом на Олимпиаду зимний. Ну, на пару лет это, может быть, не будет актуально в таком плане, но за это время, чтобы мы могли бы испробовать свои силы и проверить то, что мы умеем в таком образце, что, ну, взять как основу Снегонскую трассу и что мы можем сделать в виртуальном мире. Но это только для спортсменов, например, было бы актуально, или просто люди как аттракцион могли бы использовать? Конечно, если у нас в Латвии там приехали какие-то важные гости, или можно было бы придумать какой-то способ просто сидя в Риге попробовать, но тоже время мы сейчас разговариваем с спортсменами, и я знаю, что другие коллеги в Рыжском техническом университете помогают и в других аспектах, там, от материалов до специальных перчаток для спортсменов именно этих видов спортов, что, ну, скажем, можно было бы избрать из какой-то группы людей более, может быть, перспективных именно по некоторым критериям физиологическим или... Это тоже очень интересно. Мы обращаемся и к многим медицинским экспертам в Латвии именно в аспекте этих... Эффектов между людьми и какими-то механизмами или системами, которыми он управляет, и как бы сам получает обратную связь в виде каких-то перемещений или движений, там, кабин или транспортных средств. Это новая и очень интересная тема, да. У нас есть партнеры, которые в отдельных темах и работают в этом... В Германии у нас, например, в Дуйсбурге есть, в университете есть очень хорошее сотрудничество, упоминая опять историю о латышках наших студентов, которые делали свою диссертацию вместе с иностранным партнером, там разрабатывали такую тематику, что, ну, у нас сейчас очень актуально тоже это... Энергетика ветровых турбин... Возобновляемая энергия, зелёная энергия, да. И что, например, в будущем в море будут всё более строиться такие ветровые генераторы, чтобы к ним попасть, ну, это либо, не знаю, вертолётом или каким-то катером специальным, но волнистой такой среде, как безопасно переправить персонал от этого судна к мачте этих турбин. И там был тоже интересный вопрос, который был решён с использованием робота. То есть робот как бы двигался напротив волны и таким образом создавая такую стабильную платформу, через которую можно было переправить инженера или какой-то персонал на... Ну да, это один из прошлых сотрудничеств в этом отрасли у нас. Ну вот вы упомянули зелёная энергия, это то, о чём мы, наверное, не знаю, сколько уже последних лет говорим и со всех сторон, и с экономической точки зрения, и с политической точки зрения, с каких только и не обсуждаем, что на сегодняшний день Латвия, причём отмечается, что мы, в общем-то, достаточно зелёная страна, и в том числе, что у нас достаточно высокая вот эта возобновляемая энергия, какое здесь будущее, возможно, для Латвии, и насколько быстро мы можем прийти вообще, например, там только к зелёной энергии, может быть, от солнца, почему у нас нет, вот, не знаю, там проезжая по той же Эстонии, можно увидеть, что у них там частично, например, вдоль дороги лампы работают на солнечных батареях. Ну, конечно, это очень комплексный такой вопрос, и каких-то датов или годов я бы не называл, но, конечно, это в первую очередь зависит от той системы или рамы, в которой каждая страна выбрала двигаться, двигаться или одну или другую технологию ставит как приоритет, но то, что я могу, может быть, как электроинженер говорить, что, в принципе, цены на этих ветровых турбинов и на то, что очень важно, но, может быть, не все всегда упоминают, что энергосистема всегда должна быть в балансе, то есть то, что мы можем производить, это нужно либо сразу употреблять, либо найти какие-то способы, как это сохранить, и там мы приходим к энергонакопителям, в принципе, батареям, как мы это понимаем, и цены на производство таких элементов в прошлые годы очень сократились, даже по некоторым прогнозам, там, больших компаний, которые, ну, по-моему, там, Ernst & Young, McKinsey, есть такие большие компании, которые делают исследования именно по каким-то технологиям, как они будут развиваться, показывают, что некоторые батареи даже можно производить дешевле, чем это планировалось, там, в 20-м, 25-м, 2030-м годах, и это тоже, я думаю, очень помогает. И, ну, две страны, Германия, например, где уже, как бы, ушли от этой фазы, по-моему, где власть, как бы, субсидирует довольно сильно новые установки, и приходит к таким рыночным моделям, где, ну, очень интересно будет все это координировать в будущем, когда каждое хозяйство может быть и потребителем, и может быть даже производителем в каком-то мере, и, например, семья может передвигаться на автомобили, которые в то же время у них, как бы, накопят энергии ночью, и как это все соединить в одном, как бы, уровне, чтобы все эти технологии могли друг с другом разговаривать, скажем так, и слушали каких-то систем. Это очень интересная отрасль, и это именно то, что тоже моей коллегой я занимаюсь, как лучше это организовать. Ну, вы сейчас говорите, это кажется, что там в 3000 году, наверное, будет какое-то далекое-далекое будущее, но, в общем, такие технологии уже существуют сегодня, и в Латвии в том числе. Да, я думаю, что есть, ну, и энтузиасты, которым это интересует, и финансовые способности, которые позволяют это внедрить. Я думаю, что в Латвии, да, можно найти примеров, где это уже в каком-то мере функционирует. Используется. Да, у вас, в вашей сфере, мне кажется, тяжелее вот так вот взять какое-то изобретение, внедрить его сразу в жизнь и как-то попробовать, потому что как раз-таки вот испытания вы упомянули, и животных, и людей дальше, да, вот как у нас сейчас с испытаниями, например, на животных, потому что как раз вот ваша часть – это меланома, то есть это всегда будет выше, чем… Ну, я думаю, что если человек спросит, что вы хотите, вы хотите препарат от меланомы или там пожалеть животных, на которых проводят испытания. Скорее, люди выберут первый момент, да, несмотря на все этические ситуации. Сейчас как это происходит? Есть какие-то тоже новые технологии и новые методы для того, чтобы эти исследования проводились в более щадящем, может быть, режиме? Да, есть, конечно, те же самые, ну, скажем, рак – это клетки, но есть какие-то клеточные культуры, которые можно выращивать в 3D формате. Это уже что-то шаг вперед, скажем, ну, это можно. Но все-таки до сих пор, ну, это не организму. Я думаю, пройдет еще какое-то время, и через какое-то время можно будет, может, отказаться полностью от животных, но на данный момент, я думаю, что еще нет. Ну, конечно, сейчас тоже это очень актуально в науке – заместить эти животные. И очень много проектов на то, как раз-таки, чтобы разработать новые технологии, чтобы не использовать животных в науке, ну, и в исследованиях. В исследованиях, ну… Инженерные науки встречаются с медицинскими науками как раз. Да, в том числе, да. А потом вот исследования люди должны пройти, правильно? Ну, в принципе, если это препарат, то да, нам надо понять, как он будет работать на людей, какие побочины могут быть. Ну, там несколько фаз, там клинические фазы разные, и там в каждой фазе, ну, смотрят на разные вещи, да. Ну, как это происходит? Вы, например, вот зная, что там кто-то, у кого-то есть меланома, вы предлагаете, вот говорите, что есть такой вот экспериментальный препарат, что вот пока там еще он не пущен в оборот, но вот есть возможность попробовать его. Или вы набираете группу? Это происходит в рамках клинического исследования, который очень строго регулируется. Ну, конечно, такие есть. Ну, в Латвии, в принципе, такие исследования проводят какие-то иностранные компании. Я даже не знаю ни одного препарата, ну, здешнего, местного, который бы это мог сделать. Это очень дорого. Проводить такие клинические исследования? Да, потому что там страхование пациентов, ну, там разные вот эти методы, которые мы, ну, там исследования тоже идут. Это очень дорого. Ну, исключает ли это то, что латвийские препараты могут вот так вот выйти на какой-то мировой уровень? Нет, это не исключает. Это просто разработка, это просто тоже деньги. Это, ну, да. То есть вы должны заинтересовать вот это международное общество для того, чтобы они дальше уже проводили эти исследования или давали на них деньги? Нет, ну, есть разные варианты. Один – это заинтересовать, потому что у них эти деньги есть, они могут дать, они могут это исследовать, и, скажем, тоже здесь на месте. Ну, или, конечно, второй вариант – как-то, ну, не знаю, добыть эти деньги, чтобы это сделать самим. Ну, это не исключает, это технически это возможно, это очень часто опирается все-таки в финансирование. Это дорого. Вот тогда к вам вопрос. Как Министерство образования тут, образование и науки, напомню, да, это мы так иногда сокращаем, но вторая часть не менее важная, чем первая. Происходит ли, являетесь ли вы таким, может быть, координатором или мостиком для всех вот это? Это же есть и европейские деньги, и наверняка научные центры просто по миру проводят, ищут вот эти вот как раз-таки мозги, когда у них есть деньги, есть люди, которые способны и талантливы в этом, у них есть идеи, и происходит этот обмен. Являетесь ли вы теми координаторами, которые помогают, или можете ли вы что-то сделать, куда-то указать, показать, если приходит человек и говорит, вот у меня разрывает эта идея и мысли, вот у меня целый багаж, что мне делать, куда мне с ним бежать? Конечно, конечно. Мы себе так, вообще как бы в министерстве, мы себя как работники, те, кто занимаются этой работой, и образование, и наука, мы себя всегда так называем архитектом возможностей, и в принципе наша работа – это создавать возможности, и возможности для, как для ученых, так и для юношей, для детей, так же и помогать решать проблемы и государственного уровня, то есть наши какие-то нужды, именно такие нужды, которые являются новые знания, новые разработки, разные даже сотрудничества какие-то. И, конечно же, например, моя главная работа – создавать именно эти возможности, как это архитектура разных научных программ. В том числе, так же, как вы упоминали, это и европейские, и другие зарубежные разные фонды, где мы сотрудничаем с разными странами, как двухсторонние, это же так трёхсторонние разные программы. Конечно же, наши государственные программы, и у нас есть две такие программы, и мы очень гордимся этими программами, и очень качественная, и очень большая конкуренция, на самом деле. Последние даже не два, три года уже у нас конкуренция, в принципе, даже выше, чем в европейских программах. Для участия, то есть, когда вы объявляете конкурсы. Да, да, то есть, самое у нас есть Fundamental and Letters Champion, и это именно главные критерии – это именно качество, именно инновации, то есть, это именно та программа, куда ты приходишь, когда у тебя, как вы говорили, голова разрывается от мыслей. Но, конечно, первое место, куда ты идёшь, когда у тебя голова разрывается от идей, это наши университеты, наши научные институты, разные лаборатории ещё у них, разные ответляются, то есть, по темам. То есть, это то, где, как это, наши главные дома, где живёт наша наука, наука, и учёные, как молодые, так и уже такие более сформированные группы, тематические группы, как Агдация уже упоминала. Ну, самое интересное сейчас так, слушая и что Арманд упоминал, когда говорили про ресурсы, про энергетику, и когда говорили про меланом, и разные стадии, то есть, разные стадии именно разработки этих знаний, уже перенос этих знаний, уже как бы в клинике, то есть, людям всё равно, это или энергетика, или это лекарства, разные решения, но на самом деле, самое такое главное, как бы с нашей точки зрения, самое главное, что я вижу, и я очень рада, что голова разрывается от идей, как у Арманд, так и у Датца, и этот потенциал, это то, что нас заставляет приходить на работу на следующий день. Но очень, на самом деле, похожи именно эти темы, так как, если, когда вы спрашивали Арманда про энергию, про завтрашнюю энергию, про наши амбиции, как государственные, то, например, я уже слышала, я знаю, что наш президент, Левит и Конгста, упоминал уже в его речи, когда были в Айсвейд, ну, уже какое-то время назад, что наша амбиция, конечно, на 2050 год, но это не только, это очень многие европейские страны, то есть, это carbon neutrality, да, на 2050 год, но, как Арманд уже говорит, там не только инженеры, и там не только инженеры и медики, это все, вот это синерди, то есть, это целая экосистема, и если есть какой-то такой главный заголовок или главная точка такого фокуса, гравитации, которая, которая на самом деле стимулирует ту траекторию, чтобы прийти к этому, к этим планам, к этим амбициям, которые у нас есть, это эти новые знания, это именно эти люди, которые этим занимаются, это именно их амбиция и их такая битва, как каждый следующий день, даже когда не всегда все очень легко получается, и в науке, на самом деле, очень редко что-то легко и сразу получается, разочарований очень даже много. Да, и, конечно, так же, как и Датси, и Армандз упоминали, это сработаться, найти интересных партнеров, то есть, в этой цепочке, это именно там, как это, не знаю, посередине или сбоку, как эта позиция правильно называется, где мы находимся, но это именно помогать, как создавать возможности вот разной консорции, где можно разных партнеров, или это тематически, или шире темы, очень разные, эти такие архитектуры. Да, именно такое коммерческое, такое вот, Армандз упоминал, то есть, у них много, так же, как Датси, находят себе партнеров, и или это по разным стадиям, или это по разным, как бы тем, так же, очень, если мы говорим о переносе этих знаний уже людям, очень, очень важно также посмотреть, что происходит вокруг, ты никогда один, ты в этой экосистеме, вокруг тебя, как Армандз упоминал, а что с этими материалами, что в других этих сферах и таких нишах, что там происходит. И так как это важно понять в начальных этих стадиях, где такие фундаментальные знания, то есть, это так называемый basic research, также это важно и на каждой, в каждой стадии. Перепроверять себя. Да, и поэтому то, что у нас есть, как бы главная такая идея наших программ научных, где есть и доступно это финансовый, он разделяется именно и, как это, самодополняется именно по этим стадиям развития этих знаний, да, и тогда уже продукты на высшей стадии. И там мы также сотрудничаем, конечно, с Министерством экономики и наше агентство по инвестиции и развитию. Вы упомянули дома для ученых, мы знаем, что Латвийский университет, да, занят немая, на Торне там новое здание. В общем, опять-таки, возвращаясь к этим видео, смотря на них, прям, ну, вот, если бы я начинала жить жизнь по новой, я бы, наверное, в ученые пошла. Там все так красиво, светло. Насколько сейчас для рядовых ученых вот эти вот условия хороши, те же там лаборатории, новые здания отремонтированы, не знаю, теплые кабинеты, оборудование, как это сейчас? Лучше. Да, вот тогда, тогда к отраслевым мы обратимся, Арманд, как у вас, я видела роботы, там, конечно, какие-то сумасшедшие, но, в общем, ежедневные, ежедневные условия для работы. Конечно, это очень важно, ну, если говорить конкретно о моем институте, о моем факультете, то раньше мы находились недалеко от нынешнего здания, которое построили, по-моему, три или четыре года назад, если я не ошибаюсь, на Кипселе, но до этого мы были в здании, которое с такой исторической аврой или образом, где сейчас находится наша средняя школа, РТО организовала такую новую школу для перспективных молодых школьников, недалеко от национального театра, там, там всю жизнь в этой здании, наверное, была какая-то гимназия или школа, еще в царских временах, если я не ошибаюсь, но стало просто маловато, все везде заставлено оборудование, и, конечно, приходя в новое здание, это дает, я думаю, всему коллективу такой заряд энергии. И мотивация, это важно. И сейчас я со своего окна могу наблюдать, как делать фундамент для факультета компьютерной психологии IT. Да, в принципе, эти наши коллеги РТО, которые занимаются большими датами и данными и искусственным интеллектом, они в будущем будут нам поближе и строить сейчас дом. Опять-таки сотрудничество. Да, я думаю, это очень помогает, что ты встречаешь этих людей не только планируя свои какие-то в календаре, но и где-то в кафе или на стоянке. В общем, идея научных городков, она актуальна. это не зря это так во всем мире как-то старается это делать. Конечно, в то же время, если ты молодой, у тебя маленькие дети и семья, есть какие-то задачи, которые ты, может быть, можешь лучше делать из дома или быть мобильным. То, что говорили, что мы очень часто должны встретить коллег в других странах и что вся эта инфраструктура с тобой и ты можешь все базы данных или какие-то публикации очень быстро получить. То, что лет 10 назад было совсем по-другому. У нас минутка буквально остается даться. Что вы про условия можете сказать? Они улучшаются? Перспективы видите? Да, они улучшаются. И я бы сказала, что это очень тоже зависит от руководства института. ищет ли она возможности обновить аппаратуру, тоже сделать эти ремонты. Я бы сказала, что у нас на данный момент новый комплекс, отремонтированные помещения. Да, они улучшаются. И приятнее приходить. Мы про эту мотивацию, что это все-таки является немаловажным аспектом. Да, Это приятнее. Есть ли у вас аппаратура, над которой работать. Она новая, современная, или это какие-то старые методы, и там понемножку что-то делать. Конечно, это очень помогает. Нам пора заканчивать на сегодня. Интересуйтесь наукой, это правда безумно интересно. Мы сегодня настолько каплю, настолько даже не процент, а полпроцента обговорились всего того, что хотелось поговорить, но значит будем встречаться еще и приглашать. Спасибо вам, старший эксперт департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования Лана Франческо Дреймана и герои календаря Резинатной Латвии. До 7 февраля еще можно посмотреть выставку в Национальной библиотеке нашей ведущей сотрудник Центра биомедицинских исследований Дадзе Пьянова и научный сотрудник РТУ Арманд Шенфальд. Спасибо вам большое и удачи. Всего хорошего. Спасибо.